Музыка В Первом океане насчитывается около 150 вида скатов. К счастью, в нашем Черном море вводится два вида скатов. Это гладкокожий скат, хвост-хвост, или кот называется морской, и иглокожий, морская лисица. Скаты обитают в обычном состоянии на глубине 30-50 метров. В осенне-весенний, летний период в связи с изменением течениям солонности воды, скорее всего, серый водород их поднимает, они приближаются к берегу и практически находятся у береговой линии. До метра глубина, это и меньше. Размеры ската и того, и другого. Морская лисица где-то с длиной хвоста около метра максимальная. А гладкокожий кот 50-70 сантиметров. По весу, по весу, в Очаковском льване мы ловили по 25-21, 19 килограмм. То есть, очень крупно. В береговой линии обычно мелкие и средние величины. Опасность заключается в чем? В том, что у хвостокола, он также называется хвостокол, довольно длинный хвост, до 35-40 сантиметров, который вооружен костным таким стилетом, до 80 сантиметров длиной. Стилет имеет железы, которые выделяют в слизь, слизь ядовитая. Морская лисица покрыта шипами, имеет вид плоский, то есть, таятка плоская, относится к хрящевым видам, типа акул. Покрыта шипами, которые тоже покрыты слизью ядовитой. И в том и в другом случае, слизь оказывают, как местные, при ранении, местные действия, отожжение, боль, так и общие действия, сердцебиение, тахикардия, трансмотра, может быть, головокружение. Вот в чем опасность заключается. Сами по себе скаты на купающихся, рыболов, которые пытаются поймать их, не нападают. Повреждение возможно, когда человек становится на него или пытается ловить руками, ошибочно принял за камбал или лось. Рана наносится хвостом, именно стилетом. Бывают даже очень приличные раны. Хвостом, как бич. Дверь, если наносит, так правило, на верхние и нижние конечности ран. За последних четыре, по-моему, три случая уже у нас были здесь. Раны небольшие, но они очень беспокоят больных, вызывают мучительную боль и сжение. Обращаться надо сюда, к нам. Мы делаем хирургическую обработку, обезболиваем. Как правило, их зашивать нельзя, потому что слизистый секрет, этот яд, он имеет свойство нарушения репаративных процессов. Процессы заживления, как правило, они потом нагнаиваются. Поэтому, если не слишком большие раны, они ведутся как открытые. Как правило, боль настолько выражена, что они приходят сюда, на травмпункт или в хирургию. Но если это точный укол, и не настолько она выражена, эта боль, то не обращается, ведется как обычная ранка. Обычные анальгетики принимают, там парацетамол, масса сейчас НПВС есть. Обрабатывается ранка перекиси водорода, зеленочка, если это чисто локальные повреждения. Морская лисица гораздо реже встречается здесь у нас, потому что она на глубине находится. Сюда, на побережье, они выходят гораздо реже. Морской кот, гладкокожий кот, да, вот он сейчас у нас есть у берегового реза. Даже можно наблюдать, если рано утром выйти, когда чистая совершенно вода, нету зыби, волны, их видно прекрасно. Они плавают, они плавают, они ищут рыбку, они кушают рачки, моллюски, мелкую рыбу, то есть питаются. В прошлом году были, в прошлом году были преимущественно морские течения, соленая вода, их было море здесь. И я живу в Очакове, я люблю рыбалку, я всю жизнь, сколько себя помню, на воде. В последнее время в связи с экологическими проблемами рыбы в Очаковском, то есть в Днепробургском римане нет. Зато все лето дули северные ветра и морские течения, то есть соленая вода доходила до Херсона. И весь Днепробургский риман был забит скатом, очень крупным скатом. Пришла ставридка, он за ней пришел, ну, ферина там, тюлька, хамса и все остальное, то есть это была кормовая база его. Рыбаки, которые нечего ловить, то есть судак пропал, тарань пропала, ребец пропал, все. Есть пузынок, есть бычок и масса скатов. И как источник пропитания и зарабатывания денег люди ловили скаты. Его видно, его видно, но как способ охоты, он точно так же, как камбала, как и гость. Он зарывается в песочек, торчат глаза, он сидит в сосаде. Рыбка проплывает. А что от оточивающих, они должны знать следующее, что на сегодняшний день эти опасные рыбки, скаты находятся у берегового вреза, на мели, допустим, от самого уреза берега до метра глубины, заходя в воду, смотреть под ноги, смотреть аккуратненько, чтобы не встать. И не пытаться его ловить. Потому что в мою бытность, лет 10 назад, наверное, на той стороне, если знаете, Кимбурская коса, это очакая. Один из отдыхающих, мальчик, 22 года, из Киева, в Ягорлыцком заливе. Он увидел, испутал, но думал, что это камбала. Он пытался ее ловить. И ловил необычным способом, как это, он пытался ее накрыть. Получил проникающее ранение передней брюшной стенки, передней и задней стенки желудка и капсулы поджелудочной железы. Его привезли к нам, мы прооперировали. Все, зашили, без проблем. На вторые сутки все развалилось. Повторно прооперировали. Та же картина. С Киева приехали с института тросикологии, его забрали туда, в Киеве еще дважды оперировали. Он благополучно помер. То есть это говорит о том, что довольно приличный склад был, довольно мощные повреждения мягких тканей и мутных органов. И вот это вот литическое действие слизи яда, который препятствует заживлению ран. То есть это опасно. Ни в коем случае отдыхающие, знаешь, вот таким способом, как я рассказал, то есть падать его, поджать под себя, как в детстве ловили карапову, допустим, там, это в камышах. Ни в коем случае нельзя. Преимущественно это местное проявление, преимущественно местное, хотя и общее тоже, азотемпература, учтение дыхания, тошнота, головокружение, то есть все эти дела. То есть проводится терапия десенсибилизирующая, местное лечение, обезболивающая ран. Если это не руки, не ноги, а лицо, ну естественно пытаются каким-то образом этот дефект закрыть. Субтитры сделал DimaTorzok